Здравствуйте! В эфире программа о книжной полке. Ее ведущая Наталья Казынцева. В конце прошлого года в книжных магазинах появилась новая книга митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». Посвящена она трагическим страницам нашей истории, февральской революции и октябрьскому перевороту 1917 года, который окончательно уничтожил великую и процветающую державу Российскую империю. Этому многогранному историческому исследованию революционных событий, которые изменили нашу страну до неузнаваемости, владыка Тихон посвятил 10 лет. И, наконец, книга, вышедшая в издательстве «Вольный странник», стала доступна широкому кругу читателей. Сегодня и мы предлагаем вашему вниманию эту книгу. При написании этого труда митрополит Тихон использовал более 300 архивных и научных источников. Он проанализировал экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Говорит митрополит Тихон и о деградации духовной жизни, которая охватила народ после Февральской революции. На каждой странице книги десятки фактов, подкрепленных историческими документами, вкупе с потрясающими архивными фотографиями. В предисловии книги автор пишет. Сегодня мы напомним себе о Великой Российской империи, за многие века созданной поколениями наших предков и сгинувшей за считанные дни. Февральская революция 1917 года. В этом событии, как в зеркале, могут увидеть себя практически в любые времена представители всех без исключения слоев общества, и те, кто управляет страной, и предприниматели, и интеллигенция, и обыватели, и молодежь, и церковь, и деятели культуры. Зеркало это не комплиментарно. Зато оно честно. События Февральской революции беспощадно свидетельствуют, до чего мы сами способны довести нашу страну. Наглядно показывают, что из самых лучших побуждений мы можем натворить в России и для самих себя, и для будущих поколений. Что мы знаем о Февральской революции? Долой царя! Да здравствует народ! Свободу, хлеба, земля и воля! Очевидно, свободы в стране отсутствовали. Земли у крестьян не было, народ жил ужасно. Что и подтверждается еще совсем недавно изданными школьными и вузовскими учебниками истории. Жизнь в России характеризовалась нищетой, отсталостью, тяжелым гнетом самодержавия, военной разрухой. Также старшее поколение помнит, как в советских школах учили о феврале, что это была буржуазная революция. Верхи не могли управлять по-новому, а они за ней хотели жить по-старому. Прогневший царский режим сам себя изжил и так далее. Причем это штампы, которыми до сих пор пользуются, но уже в других идеологических целях. Но действительно ли все было именно так? Как отмечает автор, это не праздный вопрос. Далее автор развенчивает непопулярные мифы о февральской революции. Как известно, пишет владыка Тихон, февральские события 1917 года начались с демонстрации в Петрограде. Кто же вышел на улицы? Нищие пролетарии? Ничего подобного. Вышли работники элитных оборонных заводов, чьи зарплаты были сопоставимы, например, на Путиловском заводе, с зарплатами, скажем, во Франции или Германии. Голодные крестьяне? Снова нет. На улице столицы с лозунгами «хлеба» высыпали вполне благополучные столичные обыватели. Российская империя была единственной из стран-участниц затянувшейся Первой мировой войны, где в общегосударственном масштабе не вводились продовольственные карточки. Были, правда, ограничения, и то на местном уровне, без санкционирования центральной властью, например, на сахар. Но с единственной целью, чтобы не гнали самогон. С 1914 года в России действовал сухой закон. Жестких ограничений на продукты, подобных тем, какие действовали в основных воюющих странах, и даже в нейтральной Швеции, в России не было. А что касается хлеба, то, несмотря на кратковременные и загадочные перебои со снабжением столицы, к началу 1917 года запасы муки и зерновых в России составляли более 400 миллионов пудов. Этого с лихвой хватало на потребности и армии, и населения, да еще и избыток составлял 197 миллионов пудов. Так что даже в условиях тяжелейшей мировой войны вечно всем недовольный российский обыватель жил, в общем-то, неплохо. Что он оценит буквально в ближайшие месяцы после февраля. А вот еще несколько любопытных фактов. Так, например, многие со школьной скамьи помнят знаменитый лозунг большевиков «Землю крестьянам». Но кому к 1917 году в Российской империи принадлежала земля? Она принадлежала крестьянам. Владыка Тихон отмечает, выдающийся русский экономист профессор Александр Васильевич Чаянов, подводя итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года, констатировал, что почти 90% пашиных земель в европейской части России были крестьянскими. А за Уралом, то есть по всей азиатской части России, в собственности крестьян находилось 100% пашиных земель. Таким образом, сельскохозяйственные земли в Российской империи по большей части принадлежали именно тем, кто на земле трудился. А пришедшие к власти большевики отобрали ее посредством коллективизации. А вот еще один лозунг. «Фабрики рабочим». Естественно, пишет автор, «фабрики рабочим не принадлежали, как не будут принадлежать и после февраля, и при советской власти, и в наши благословенные времена. Если отбросить демагогию, то фабриками и заводами в царской России, как и в других странах, владели либо предприниматели, либо государственные структуры. Но означает ли этот факт, что рабочие прозябали в нищете и бесправии? Как было известно всем советским школьникам, революции происходят, когда налицо обострение выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. Угнетенные классы по Ленину — это рабочие и крестьяне. Автор знакомит читателя с положением дел двух таких «угнетенных» в кавычках петроградских рабочих, нужды и бедствия которых, если верить советским учебникам, к февралю 1917 года превзошли все возможные пределы. И приведенные автором примеры показывают, что уровень жизни рабочих в Российской империи был таким, о каком приходилось только мечтать долгие последующие десятилетия. Гибель могущественной Российской империи, построенной за многие века поколениями наших предков и сгинувшей за считанные дни, трагический и в то же время бесценный урок для наших соотечественников на все времена. Но, как отмечают издатели, эта книга не только о февральской революции 1917 года, но в целом о том, как создают катаклизмы в России. Исследования митрополита Тихона Шевкунова основаны на внушительном пласте научных источников. Но вместе с тем, чтение захватывает с первой страницы, предоставляя читателю множество неизвестных, ошеломляющих фактов и снабжая актуальным материалом для плодотворных размышлений. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok